Привет, друг! Очередной выпуск моего мини-сериала Дневник трезвости. Прошел ровно месяц, как я отказался от алкоголя полностью. Вчера выпустил первый выпуск, первый и потом через несколько часов второй. Первый утром, второй вечером. И получил неоднозначную реакцию. То есть, было много дизлайков, больше чем обычно под моими обычными видео. Ну, конечно, лайков было чуть больше, но дизлайков тоже было немало. Также были комментарии. Один написал, что снимаю какую-то чушь, дичь, или как-то неважно, как он написал, отписался. Ну и прощай, как говорится. Нет, значит нет. Некоторые, в основном, конечно, большинство желали удачи. Говорили, что правильно, молодец. Со старыми знакомыми, интернет-знакомыми подискутировали. Они сказали свое мнение, я свое. Остались каждый при своем. Но месяц, месяц без алкоголя. Что я чувствую? Как мне живется? Живется мне хорошо. Так как я не просто, как бы, решил бросить пить, а решил, ну, грубо говоря, ставлю эксперимент на себе. То есть, я замечаю свои чувства, делюсь ими с вами, свои ощущения. И в алкоголе думаю часто, практически каждый день, но не в плане, что я хочу выпить, а в плане чувства, слушаю свои ощущения. То есть, хочу, не хочу, что именно, как именно. То есть, и сейчас иногда возникают, возникают мысли, может быть, ну, нафиг эту трезвость. Как мне написали, надо жить полной жизнью. То есть, ты лишаешь себя алкоголя, ты лишаешь себя веселья, общение с друзьями в пьяных компаниях. Может быть, частично это так, но нужно жить, нужно учиться жить по-новому. Я не считаю, что это как-то кардинально прям должно изменить мою жизнь. То есть, друзей я не потеряю, то есть, с друзьями мы как встречались, ну, в этот месяц с друзьями мы в обычном режиме, когда мы приходим в гости, они к нам, либо мы к ним и выпиваем. Такого не было, но на природе, как уже рассказывал вам, были с друзьями, были без алкоголя. Я ездил на ежемесячный покер, там не пил, ну, там я периодически без алкоголя, поэтому, как бы, ничего особенного не произошло. Кардинально моя жизнь не поменялась. Может быть, психологически немножко сложно, в том плане, что вокруг тебя алкоголь и везде, то есть, это в культуре, то есть, употребление алкоголя, это уже в нашей культуре, в нашей, можно сказать, подкорке у всех людей. И если ты не пьешь алкоголь, то у человека возникает вопрос, либо ты больной, то есть, либо ты лекарства пьешь, что-либо со здоровьем, либо если ты просто по без причины не пьешь, то ты, значит, больной на голову, что что-то с тобой не так. Еще есть поговорка, что нельзя доверять человеку, который не пьет. Я раньше тоже так считал, то есть, я не видел для себя причин, причин, почему человек может не употреблять алкоголь. И для большинства людей оно так и есть. То есть, сейчас у меня есть небольшое, как бы, не то, что несожаление, но, то есть, как сказать-то, как бы точнее выразить свою мысль, что в мире очень много всякого хорошего алкоголя. То есть, вот буквально на днях меня пригласили на дегустацию вин. Дегустация вин с сырной нарезкой, с мясной нарезкой. То есть, все это санкционка. Сыры французские, швейцарские, голландские, мясная нарезка. То есть, там хамон, ветчина, все это, все это прекрасно. То есть, хамон, ветчина, сыр, это все и так вкусно, и без вина. Но вино это дополняет, это оттеняет. То есть, также какие-то дорогие сорта, не знаю, элитного алкоголя, элитарного. То есть, односолодовый виски я так и не пробовал, ни разу как-то не довелось. Я очень хотел попробовать односолодовые виски, не те купажированные, хоть и дорогие, но все-таки непонятно что. Но хотелось именно односолодовые виски, но такой алкоголь дорогой. Не то, что я совсем не могу себе этого позволить, но как-то было жалко. Было жалко денег, столько денег набухло. И сейчас, грубо говоря, мне немножко жаль вот того, что если мне представится возможность где-то там, не знаю, попробовать. То есть, дегустация вина, либо крепкого алкоголя, либо каких-то интересных сортов пива, там, крафтовый, не знаю, элит, стаут и так далее. Очень хотел я поехать в Ирландию, чтобы пройтись по их пабам, выпить ирландского эля, гиннесс там и все остальное. То есть, алкоголь во всех странах очень тесно, очень глубоко сидит в культуре. И отказываясь от алкоголя, ну, грубо говоря, я себя лишаю частички, вот это какой-то частички, пусть и культуры. Понятно, что это все оккультурено, как бы себе в угоду, в оправдание, но тем не менее, то есть, это такое есть. То есть, полностью отказываясь от алкоголя, я лишаю себя какого-то количества удовольствия. И вот сейчас вот меня эта мысль не покидает. Да, понятно, что это все, ну, можно сказать, такой обман, самообман и обман друг друга, что алкоголь это хорошо, это культурно. Но тем не менее, это оно, это так и есть, то есть, алкоголь, алкоголя употребления, культура употребления алкоголя, она присутствует и, как уже сказал, она очень тесно вплетена во все остальные сферы жизни. То есть, вы можете сказать, что я сдался, нет, не сдался, то есть, сейчас я пытаюсь посмотреть на это вот так вот, я понимаю, что да, какой-то части, ну, кайфа, грубо говоря, я себя лишаю, полностью отказываясь от алкоголя. С другой стороны, если мне попадется случай где-то там продегустировать алкоголь, либо еще что-то, скорее всего, я не откажусь. Не откажусь не для того, чтобы напиться, а почувствовать себя пьяным. То есть, этого я не хочу, я хочу, допустим, ну, действительно продегустировать, то есть, прикоснуться, вот, попробовать, допустим, тот алкоголь. Ну, пусть это будет односолодовые виски, пусть это будет какое-то вино, то есть, не знаю, там, неважно какое. То есть, скорее всего, я не откажу себе в удовольствии продегустировать какой-либо алкоголь, неважно, это будет, не знаю, там, пиво, эль, вино или крепкий алкоголь. Дело, понятно, что, скорее всего, я не буду там напиваться, то есть, это чисто дегустация, чтобы прикоснуться, попробовать вкус. То есть, многие трезвенники говорят, что вкус алкоголя, это обман, то есть, ни один из алкоголей не может быть вкусным. Возможно, так, возможно, так, то есть, это мы обманываем себя, чтобы оправдать употребление спирта в себя, употребление дозы алкоголя. Скорее всего, это так, но зачем тогда было придумать столько разных видов алкоголя, то есть, одних сортов виски, не знаю, сотни, если не тысячи, то есть, сделали спирт, то есть, пьем и все, разбавляем, не знаю, его с соком, водой и все, и нажрались и довольны. Нет, то есть, столько сортов для того, чтобы это было вкусно. Сейчас я пытаюсь, не знаю, оправдать употребление алкоголя, хотя сам говорил, что это самообман, это так и есть, но еще раз говорю, что, скорее всего, я не откажу себе. Возможно, это будет ошибка, но я не считаю, что я снова там начну бухать, может быть, может быть, это послужит каким-то катализатором, но я не знаю. Пока я не собираюсь употреблять алкоголь в том плане, как это было раньше, еще раз повторюсь, если будет какой-то алкоголь, которого я не пробовал, какой-то интересный, то, скорее всего, я его попробую, но просто попробую в качестве, в качестве развития культурного. Ну вот, в принципе, все, что я хотел сказать, немножко опять смешал пару тем, еще хотел кое-что сказать, но, пожалуй, не буду, потому что серия подходит к концу, 10-11 минут я себе поставил, чтобы не затягивать. После месяца мысли мои не изменились, настрой мой не изменился, вот, может быть, немножечко не трансформировался, это все, этот процесс неоднозначный, пока так, пока так, спустя месяц я все еще трезв и собираюсь быть трезвым. А дегустация алкоголя, я не считаю, что это будет отступ от трезвости. Всем добра, всем трезвости, трезвого ума, трезвого мышления и трезвой жизни. Спасибо за внимание и пока, до встречи в следующих видео.